Привет, дорогие друзья! Сегодня мы с вами поговорим о 7 самых крутых универсалах, которые есть у нас в интернет-магазине. Поехали! Первый претендент на звание «Самый крутой универсал» это Mac Focus. Почему он так крут? Во-первых, у него достаточно нестандартный дизайн. То есть, можно сразу обратить внимание, что он не такой, как все. Он действительно интересный пультик и выглядит тоже очень специфически. Но что, скажем, делает его таким особенным? Его инструкция. То есть, вот это княженцы, это все коды, которые можно настроить на этом великолепном универсале. Действительно заслуживает внимания. Второе место это универсальный пульт RML1330. Выглядит он следующим образом. И является универсальной заменой для достаточно большого количества брендов. То есть, это может быть Тошиба, это может быть завезенная техника, что-то вроде Телефункина или чего-то подобного. Но на данный момент это очень популярная модель и выглядит действительно внушительно, согласитесь. Красивый пульт, очень удобное расположение кнопок и сама текстура пластика очень приятная. Поехали дальше! Третье место занял универсальный пульт RMD1296. В чем же его преимущество? Во-первых, это универсал для домашних кинотеатров. А это, посудите сами, достаточно большая редкость сейчас. Выглядит он следующим образом. Нестандартная текстура пластика. Такая была, в принципе, первая применена у LG. И очень удобное расположение кнопочек. Кроме того, блок для телевизора. То есть, все работает от кинотеатра. А если у вас и телевизор именно этого бренда, бренда LG, то этот обучаемый блок станет вашим хорошим помощником. Обучается этот универсал достаточно легко, имеет вот такую вот инструкцию и имеет 20 кодов для обучения. Данная моделька очень популярна на данный момент. И если вы любитель именно такой техники, то крайне советую приобрести именно его. Четвертое место занял универсал RMB773. В первую очередь, он заслужил его своим внешним видом. Нестандартно, а абсолютно сделан сам пульт. Этот универсал является универсальной заменой для спутниковых тюниров. Он имеет в комплекте инструкцию, как его настраивать. Выглядит эта инструкция вот так. Внушающий список, внушающий. И для, скажем, более легкого поиска кода, он имеет цветной вкладыш, где можно найти свой пульт. И не пользуясь автопоиском, хотя он может тоже даже так. Можно вручную ввести необходимый вам ход. Следующую ступень в нашем списке занимает аэромышка RII. Имеет эта классная мышка встроенный аккумулятор. Вам не нужно будет каждый раз думать об этих батарейках. У вас есть USB-провод для того, чтобы вы могли в любое подходящее для вас время зарядить этот чудо-пультик. Он имеет клавиатуру, работает как аэромышка и имеет голосовое управление. А вот это уже интересно, согласитесь. Значительно проще сказать ему, что именно вы хотите набрать на экране, чем сидеть и 300 лет пытаться попасть в буковку. Подключается этот пульт к вашей технике с помощью USB-адаптера, который также идет в комплекте. И действительно очень удобный, очень красивый. И непосредственно имеет раскладку как на русском, так и на английском языке. А вот это уже очень даже интересно. Итак, следующая позиция в нашем списке это RI-25. Он реально крут. Тут как бы ничего такого не скажешь. Во-первых, данный пульт имеет 5 обучаемых кнопок. Это аэромышка. И эти 5 обучаемых кнопок можно обучить под ваш телевизор и не пользоваться тысячью пультами одновременно. Кроме того, он имеет клавиатуру на обратной стороне и на русском, и на английском. То есть, в принципе, что облегчает, очень-очень облегчает на самом деле его использование. И текстура самого пластика очень здоровская. Хотелось бы услышать ваши отзывы именно об этом пульте. Седьмое место в нашем топе занимает Q9. Это мини-клавиатура, которая покорила всех своим дизайном. Сразу хотелось бы отметить, на кнопках нет принта на русском языке, но при этом он абсолютно адекватно печатает и на английском, и на русском. Правда, нужно знать клавиатуру наизусть, но это уже другой вопрос. Что также интересно, он имеет подсветку, которую можно подстроить под свое настроение. И делается это следующим образом. Нажимается кнопочка FnRGB и выбирается необходимая вам расцветка. По крайней мере, именно эта функция покорила наши сердца. Что также интересно, для того, чтобы сохранить, опять-таки, выбранные вами настройки, нажимается FnRGB и, в принципе, вы пользуетесь просто тачпадом. Что очень-очень важно. Тачпад значительно для многих, по крайней мере, удобнее, чем обычная аэромышка, чем обычный гироскоп. И сама клавиатура имеет все необходимые основные кнопочки, выведенные на поверхность, дабы вы не копались в поисках неведомо чего. С вами была Эльвина и семерка самых крутых универсалов. До встречи в следующих видео. Всем пока! А я как-то часть башни не срезается, нет? Ну ладно. Сал это MAC Focus. Это достаточно новая модель для достаточно старых.